можно начинать давайте начинать я пока ехал на лекцию думал про эту лекцию вспомнил историю про сергея и василия однажды василий спросил сергея серега пить будешь выпить хочешь сергей сказал на что василий помолчал немного и спросил а сейчас и вот эта история про то про то что василий знал что-то такое что знал эспиноза а именно в этой истории хотя я почему-то называют анекдотом речь идет о том что конечно же василий не предполагал сергея абсолютной тяги к алкоголю напротив вопрос то заключался в другом не в алкоголе дело в том что вот поговорить надо ну вот как-то расслабиться перестать вот делать то что мы сейчас делаем и заняться чем-то другим и поскольку василий давно знает сергея то понятно что сергей услышит вопрос василия который заключается буквально в следующий неужели ты будешь такой свиньёю что откажешь мне в том чтобы вместе со мною подумать и отдохнуть вот вот речь идет именно об этом множественности всякого жеста в этой в этой истории о том что любой жест какой бы мы жест не приняли неважно почесываем и нос или или открываем открытый философский факультет он этот жест уже происходит в некоторой некоторые диспозиции уже что-то случилось и вот и вот этот жест происходит в этом смысле конечно же физика но которая начинается некоторых нулевых положений начальных положений тел это всегда абстракция абстракция по отношению к тем телесным жестам которые мы совершаем почему я вспомнил об этом анекдоте потому что я долго сомневался по поводу того чему будет посвящена следующая лекция ведь вообще говоря нет времени на то чтобы говорить в общем время о новом времени так как я привык о нем говорить нет времени подробно останавливаться на разных обстоятельствах и нужно было выбирать лог или спиноза я выбрал все таки спинозу потому что говорить об одном и том же легче чем говорить о разном спиноза или с которым мы все таки завершим это одно и то же и вот тогда когда я решился я понял что задача еще более трудно чем чем тогда когда была до принятия решения а именно за полтора часа нужно рассказать об этике спинозы тут важно понимать что этика спинозы написано в особой манере которую сам спиноза называет море геометрику ну я не буду писать на доске как слышится так и пишется то есть в геометрическим способом начинать с основоположение то есть с определений переходить к аксиомам переходить к теоремам теоремы доказывать основываясь на определениях и аксиом и собственно так построена не только лучшее произведение спиноза этика но и еще одно там философия декарта не изложены геометрическим способом о том почему математика избрана в качестве ведущей дисциплины мы об этом говорили я не буду к этому возвращаться вот в случае со спинозой мы как раз имеем дело с реализацией самой этой интуиции математики математического знания как ближайшего ближайшего к размышлению однако вот трактат написанный этим языком написано этим способом как вы можете себе представить довольно сложно и прочитать его тем более прочитать его сложно тем более невозможно пересказать человеческим языком ну или вот привык переводить сложное рассуждение состоящие из теорем доказательств и выводов в прямую речь занятие неблагодарное тем не менее это 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 одно из лучших произведений одно из лучших философских произведений написанных за всю историю философии и если вы не читали то обязательно прочтите причем читать нужно как-то как-то вот прямо сейчас потом уже не случится вот не будет времени никогда не будет времени а вот сейчас пока еще но пока вот жива какая какие-то интуиции пока жива память вот нужно приниматься хватит уже оговариваться в хватит уже значит вводиться в экскузации я пообещаю что при выполнении некоторых условий мы может быть мы организуем там чтение каких-то текстов ну прежде если будет это воля публики то это конечно этики спинозы и мы с вами познакомимся с этим шедевром поближе а сегодня я попросту расскажу о каких-то совсем простых интуициях которые которые можно извлечь из этого трактата не пересказывая его подробно или там но не не входя в детали почему и что это за интуиция здесь нужно оговориться дело в том что спиноза конечно же никакой не философ несмотря на все на все эти геометрические доказательства несмотря на форму несмотря на то что спиноза ну попадает во все учебники по истории философии назвать спинозу философом в полном смысле нельзя ну или в каком-то таком в простом смысле в таком философом мы называем декарт почему то есть ну почему это так я буду пояснять по ходу дела а сейчас просто предлагаю ну там поверить нет на слово минут на 20 на 30 а вот если 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 бы мы взялись определять а кто такой спиноза то мы бы сказали ну так вот используя все интуиции которые нам доступны но мы бы его назвали на йоги нам у спиноза это йогин да пожалуй это наиболее верное такое определение аскет тот который проводит в созерцании в сосредоточном созерцании максимально возможное время собственно на этой направлен весь трактат на то чтобы обучить себя прежде всего и читателя тому чтобы время не тратить время по пусту а тратить время только на то что мы называем блаженство вот собственно имя первой интуиции с которой о которой нужно упомянуть блаженство они о нем об этой интуиции о нем о блаженстве и будет сегодняшняя лекция почему спиноза попал в историю философии потому что это ну во первых спиноза скандальная фигура в университетах студентов пугали спинозизмом ну как мамы пугают детей бабайками это он действительно но он был проклят не только собственной общиной еврейской но он не был и принят не никакими никакими распространенными институтами правда он однажды получил предложение преподавать в университете и долго сомневался но потом понял что скорее всего не получится и сказал что между свободой и преподаванием пожалуй я выберу первое и вот эта скандальная слава спиноза конечно же увеличила его известность и поскольку он великий писатель видите мыслитель то его читали и гегель который собственно и оформил историю философии как особую философскую дисциплину высоко ценил спинозу как ну как такого кичу собственные его его собственной гегелевской системы и гегель всерьез утверждал кто не спинозист тот не философ если твоя душа пишет гегель никогда не была растворена в этом в этой субстанции то ты вообще не понимаешь собственно чем ты занимаешься когда ты занимаешься философией верно это определение или неверное сейчас мы не будем об этом говорить во всяком случае она точно душа растворяется в субстанции и это второе ключевое слово которое нам необходим первое напомню было блаженство рассказ о спинозе и о том как он строит свое размышление пожалуй следует начать с того как спиноза воспринимает декарта спиноза несколько раз там вот во всех своих произведениях множество раз критикуют декарта и прежде всего упрекая этого в том что декарт не решил психофизическую проблему ну так называемая психофизическая проблема возможно вы слышали о том что есть там современные способы решения этой проблемы проблема состоит в следующем если мышление это одна субстанция а тело это другая субстанция то каким и не они не имеют общих определений то каким образом мышление согласуется с телом а тело с мышлением другими словами почему так получается что движение внешних вещей то есть протяженных вещей оказывает какое-то воздействие на вещь мыслящую то есть меня и вот я вижу красное кресло и могу вам об этом сообщить что я его увидел и вы тоже на него сможете посмотреть тут важно заметить что вот поскольку вот наш курс вот он так называется малые большие фиаско это скорее малая фиаско в чтении в чтении декарта это миз интерпретация потому что для декарта не важно как согласно то есть это псевдопроблема как согласуется между собой у тела и душа не нужно согласовываться задача декарта как раз состоит в том как пока как прийти к очевидности вся чувственность вся чувственность это не очевидность в этом смысле каким образом у нас есть смешанные восприятия ну вот любые ну вот все чувственные восприятия окази анально говорит декарт вот однажды в детстве я был влюблен в косоглазую девочку которая страдает пороком косоглазия и с тех пор при знакомстве с дамами которые снабжены этим же свойством во мне возникает особое нежное чувство окази анальности в этом смысле вот для декарта это очевидно для декартовского для декартов какая окази анальности да очевидно что косоглазые женщины по преимуществу красиво так ли это на самом деле что такое на самом деле вот декарт и декартовская вся диспозиция состоит в том чтобы начать самого по себе дела а что там ну как бы уже сложилось уже уже многое очень сложилось и декарт в этом смысле не не решает психофизическую проблему он показывает только каким образом душа конституирует тело способны его как-то начинать спиноза же понимает декарта совсем в другом смысле а именно он понимается мышление как такого рода самостоятельность которая указывает на независимость ни от чего кроме бога и точно так же спиноза об этом тех кто декарта не позволяют это сделать точно так же декарт спиноза интерпретирует и не протяженную субстанцию как то что не зависит ни от чего кроме бога это вроде бы не противоречит тексту декарта но таким образом у нас получилось но вот как бы мир у нас развалился на две половинки шление и протяженность такой разваленности декарт никогда не предполагал ну вот не было вот это действительно тогда возникает щель между этими мирами как она заполняется как они согласуются это это неверное могут я повторяю по декарту это неверная такая интуиция однако спиноза для спиноза вдруг оказывается вот это важно есть одно одного рода самостоятельности другого рода самостоятельность и это самостоятельность ну предельная вот эту предельную самостоятельность в том смысле что вот вещи протяженные вещи есть сами по себе их бытие совершенно не похожи на наше. И наше собственное бытие, которое не похоже на бытие вещей и ни от кого не зависит, для этого Спиноза придумывает особое, как пользуется схоластическим словом в каком-то очень необычном значении для схоластики и вот придумывает слово атрибут. Атрибутом, говорит Спиноза в определении в первой части этики, я буду называть нечто такое, посредством чего усматривается сущность субстанции. Таким образом, атрибут это единственные или естественные ворота в то, чтобы рассматривать субстанцию. По словам субстанция, ну вот этому там Спиноза посвящает большую часть доказательств, что субстанция одна, что субстанция едина, неделима, нет ничего кроме этой субстанции и так далее. В этом смысле под субстанцией Спиноза понимает Бога. Поскольку субстанция одна, а атрибутов два протяженности мышления, то между вещами и идеями нет различия в смысле порядка. Ну понятно, да, что если у нас есть, ну как бы это представить можно было в образе, но у нас есть предмет освещаемый с двух сторон и одна проекция на одну стену дает круг, проекция на другую стену дает квадрат. И это, в этом нет противоречий, это просто разные проекции одного и того. В этом смысле, значит, вот мышление и протяженность составляют, ну попросту, проекции или, ну более точно, атрибуты. То есть то, через что мы усматриваем сущность субстанции. Поэтому порядок вещей и порядок идей, вот это важный тезис для Спиноза и для понимания того, как он строит собственное рассуждение. Порядок вещей и порядок идей один и тот же. Но и вот здесь я хочу вернуться к тому тезису, с которого я начал, в каком смысле Спиноза не философ, и возможно назвать Спиноза философом. Все-таки философия это такого рода занятие, при котором мы не только понимаем собственный ум, становимся умнее, мы часто становимся умнее. Когда нас бьют, мы тоже умнее, тоже умнее. Когда с нами приключается счастье или несчастье, мы тоже, в общем, умнее. Но это еще не означает заниматься философией. Философией занимаются тогда, когда вместе с некоторым пониманием происходит и понимание того, что мы как-то изменяемся вместе с этим пониманием, и понимание того, как мы меняемся. То есть, другими словами, мы понимаем себя целиком. А вот тезис Спинозы о бесконечном количестве атрибутов, он как-то выходит за пределы вот такого вот философского понимательного занятия. А именно, в чем состоит его тезис? Нам известно два атрибута, два самостоятельных атрибута – мышление и протяженность. Но, поскольку мы говорим об атрибутах субстанции, а субстанция бесконечна, и это Спиноза доказывает, а у бесконечной субстанции не может быть конечный набор атрибутов, следовательно, количество атрибутов бесконечно. Еще раз, атрибут – это то, посредством чего наблюдается сущность субстанции. Кто наблюдает сущность субстанции посредством остального количества бесконечных атрибутов – неизвестно. Как он это делает – мы тоже не знаем. В этом смысле мы явным образом пришли к знанию того, что наше знание заведомо неадекватно предмету. Однако Спиноза говорит нам достаточно того, что мы знаем. Получается, что мы с краешку вообще мира, что нечего и надеяться на некоторую адекватность. Есть только то, что нам доступно. Доступно нам совсем немного. Но вот это немного и подлежит тщательному выяснению. Как устроен сам трактат? Вот теперь мы поняли предмет, поняли примерно о чем. Есть атрибуты, есть субстанция. Модусы – это определение атрибутов. Стул – это модус атрибутов, например. «Я» или «Вы» или «Кто-то из нас» – это его порядок размышления. Это модус субстанции. Модус мыслительного атрибута. И вот теперь здесь важно обратиться к тому, как устроена сама этика. Это трактат, который называется «Этика», который начинается с геометрического разведения между протяжением и мышлением. Собственно, несколько непривычное начало для трактата по этике. Вообще говоря, про благо сначала надо говорить или еще про что. Однако «Спиноза» вполне традиционен. Части трактата называются следующим образом. Первая часть – «ДДО», «Обоги», где мы попросту задаем терминологию, в которой будем рассуждать. Вторая часть называется «О природе и начале ума». То есть здесь мы рассуждаем о том атрибуте, который мы называем мышлением. Третья часть называется «О начале и природе аффектов». То есть о традиционном предмете всех этических трактатов. Четвертая часть называется «О рабстве человека или о силе аффектов». И это вполне серьезно. То есть мы размышляем об аффектах, а потом рассуждаем о том, что человек по сравнению с этими аффектами. И только пятая, последняя, завершающая часть называется «Депотенти интеллектус сеу де либертате хумана». О силе интеллекта, то есть о человеческой свободе. Таким образом, весь замысел этики состоит в том, чтобы рассуждать о традиционном предмете, а именно об аффектах. Ну, о традиционном для этических трактатов предмете об аффектах, но уже на языке геометрическом. На языке, который бы описывал аффекты либо как сплетенность идей, либо как действия протяженных сущностей. То, что аффект является… Да, ну, слово «аффект» нам не очень знакомо, не очень понятно и какое-то мертвое. То, что Спиноза называет аффектом, мы попросту называем чувством. «Вот я чувствую жалость, я чувствую злобу, я чувствую удовольствие или неудовольствие». Вот, собственно, об этом здесь речь идет. То, что эти аффекты есть не что иное, как движение крови и животных духов, это Спиноза не придумывает. Об этом мы можем встретить высказывание довольно подробно у Декарта. Это подробно разбирается в очень мощном сочинении, определившем во многом дух нового времени, а именно в «Левиафане» Гоббса. Собственно, политология, политика, которую предлагает Гоббс, мы ей скорее следуем. Гоббсовая модель понимания того, что такое общественность, нежели Локовской «мы», я имею в виду нашу страну. «И государство есть не что иное, как сложение человеческих тел, а человеческие тела есть не что иное, как сложение тел физических». Гоббс очень подробно разбирается, как устроен тот или иной эффект в связи с таким-то движением крови и таким-то движением животных духов. Слово «животный дух» тоже нужно, по всей видимости, перевести на русский язык. Это не какой-то там дух, поселив всех животных. Это то, что мы сегодня называем электрическими импульсами, которые проходят к мозгу, к нервам. Но что такое электричество, мы не очень, на самом деле, хорошо понимаем. Если как следует пристать к физику с вопросом, а что же такое электричество, он тоже будет вспоминать ту самую историю про Василия и Сергея. Тем более, что такое импульсы и нервы. То, что у нас есть трубки полые в теле нашем, в которых ничего нет, это было известно древней медицине. И то, что они ничем не заполнены, тоже считалось, что очень хорошо, потому что по ним как раз есть чему двигаться. Следовательно, это такой путь, который всегда свободен. Вот, собственно, то, что двигается по этим трубкам, которые вот такие трепещущие, поэтому они называются неуроз, нервы. Вот это и есть животные духи. Но мы это называем электрическими импульсами. Но раньше это называлось вот так. Какое знание более точное, я не знаю. Но, в общем, ничего нового здесь нынешняя физиология нам не сообщает. Итак, речь об эффектах и о том, как они устроены. Для того, чтобы говорить об эффектах спинозе требуется еще одно слово. Ну, для того, чтобы рассуждать об эффектах. Недостаточно просто там мышления и протяженности. Есть еще один термин, без которого не обойтись. И это слово «совершенство». Ну, давайте как-то пометьте для себя или запомните. Совершенство – это возможность быть адекватной, то есть полной причиной чего-либо. В каком смысле мы совершенны? Тогда, когда выступаем полной причиной чего бы то ни было. Ну, например, я совершенным образом… С примерами здесь туго, конечно. Что я могу делать совершенно? Чему я могу быть полной причиной? Ну, вот помните, в великой повести «Москва петушки» там был такой младенец, который в совершенстве знал букву «Ю». Ну, вот, например, так. Ну, это действительно то, когда вот я берусь и делаю. Вот мы ему можем поручить, потому что он надежный. Мы железяка. Вот в этом смысле мы… Вот в этом смысле Спиноза говорит о совершенстве. Ну, о совершенном действии. В этом смысле совершенство, если мы его переведем на понятный нам язык, это набор умений. Вот я умею. Вот я понимаю что-либо. Это означает, что я в чем-то разбираюсь. Ну, как вот он понимает в мотоциклах. Это означает, что он любит мотоциклы, что он на слух отличает «Хонду» от «Феррари». Я не уверен, что «Феррари» делает мотоциклы. Извините. Ну, «Кавасаки». Что он способен разобрать этот мотоцикл, ну или там заднее колесо мотоцикла, и собрать его. Вот что значит понимать в мотоциклах. Понимать значит иметь некоторого рода навыки, то есть совершенство. Совершенство в отношении некоторого конечного существа Спиноза имеет в виду именно это. Но есть совершенство, которое мы приписываем субстанции. Понятно, что как только мы задумаемся о совершенстве в смысле субстанции, то определение Спинозы нам станет очевидным. А Спиноза дает сумасшедшее определение совершенству субстанции. Он говорит так. Под реальностью и совершенством я имею в виду одно и то же. Я не знаю, у кого есть такая реальность. Но вот Спиноза имеет в виду именно это. Что тогда, когда мы говорим о реальности, мы говорим о том, что мы должны называть совершенством. Если нечто, что мы называем реальностью несовершенство, значит мы не имеем дело с реальностью. Хорошо. Вот мы теперь понимаем, что такое совершенство в этих двух смыслах. Мы понимаем, как Спиноза мыслит начало этики. Диспозицию, с которой он начинает. И теперь нам можно уже перейти к тому определению, которое Спиноза дает аффекту. Коллеги, а может быть кто-нибудь из вас знает, где здесь выключать? Я, например, уже плохо вижу. Аффект, называемый страстью души. Ой, спасибо. Есть смутная идея, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части. И которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим. Итак, что такое аффект? Теперь, вот то, что мы называем чувствами, то, что мы назвали движением крови и животных духом. Что именно называет Спиноза аффектом? Это, во-первых, больше или меньшая сила, то есть прибавление или убавление совершенства тела и предпочтение души. Вот это нам важно понять и все остальное будет уже просто. Таким образом, аффект сразу же понимается в двух разных смыслах. В смысле телесного порядка или, как говорит Спиноза, под атрибутом протяженности и в смысле порядка идей, мыслей, то есть под атрибутом мышления. Под атрибутом протяженности аффект есть увеличение или уменьшение совершенства, а под атрибутом мышления это просто воля. Ну, то есть вот когда я что-то хочу, а скорее хочу, чем не хочу. Возвращаясь к нашей первой истории, сначала Серега, конечно, что-то не хотел. Но вот Сергею, у него было такое расположение души, что ему, в общем-то, и не хотелось-то ничего. Но подумав, то есть выслушав еще раз вопрос от Василия, мы можем это предполагать, его состояние души и тела изменилось. Он захотел. Ну, то есть, ну, понятно, что Сергей, если он настоящий, ну, если он верный приятель, на второй вопрос Василия уже ответит положительно. То есть на вопрос о сейчас, ну, вот он не может, не сможет, ну, как умный человек просто, он не сможет ответить отрицательным образом. Что, собственно, произошло? Произошло указание на некоторые обстоятельства, которые изменили тело Сергея и изменили направление его мысли. И сам он изменил свою волю с нет на да. Собственно, вот это имеет в виду спиноза. Наша воля способна меняться соразмерно тому, в чем мы принимаем участие. Еще раз, вот мы с этого начинали. Наши жесты всегда уже как-то присутствуют в уже как-то нами понятом мире. И изменить сам жест мы не можем. Мы можем изменить только тот мир, который понятен нам и в котором этот жест произошел. А следовательно, как мы можем обращаться с эффектами? Понимая, почему, ну, понимая их причины, понимая, как они происходят. То есть указывая на то, почему в нас возникают те или иные желания, почему наше тело таким-то или таким-то образом оснащено какими-то свойствами или недостатками. Еще одно, еще три определения и будем переходить к последовательному изложению. Собственно, сам спиноза говорит о том, что в его этике три главных термина. Вот эти термины. Желание – это определенность какому-либо действию. Ну, это понятно, вот это мы уже с вами поняли. Желание – это когда во мне есть определенность, что я предпочитаю это, а не другое. Если я не знаю, что лучше – картошка или корзиночка, значит, я не хочу пирожных. А вот если у меня есть предпочтение, значит, желание есть. Удовольствие – это переход от меньшего совершенства к большему. Еще раз. Удовольствие – это переход. Удовольствие не может быть долгим именно потому, что удовольствие – это не какое-то свойство души, а это свойство некоторого динамического процесса. Вот мы умели меньше, а стали уметь больше, и вот пока это так, пока есть переход от одного к другому, вот тогда есть удовольствие. Другими словами, ну, представим себе, что мы едим пирожное, как картошка, и получаем в этот момент удовольствие. Собственно, в чем состоит удовольствие? Ну, нам говорят, там вот сосочки на языке, они там, значит, начинают раскрываться, сахара поступают в мозг, черта какая-то. То есть, вот это не похоже на удовольствие. Вот это точно описание чего-то другого, да, как в том анекдоте, значит, папа с кем ты сейчас разговаривал. Вот Спиноза в этом смысле, по-моему, как-то понятнее, чем наши физиологи. И Спиноза говорит, да попросту вот то, что в тебе было напряжено, ну, вот ты этому позволяешь расслабиться, потому что вот это такое пирожное, которое ты всегда хочешь. Ну, вот ты всегда хотел корзиночку, да, и вот наконец-то ты до нее, картошку, наконец-то ты до нее добрался, и вот, ну, как бы, то, что тебя ограничивало, теперь отпустило. Вот было плохо, а стало, ну, то есть, вот был скован, а стал раскован, буквально тело стало раскованным, ну, как если бы ты там нес мешок, а потом его скинул. Это и означает кушать картошку, но сбросить груз с плечей. Ну, и, соответственно, неудовольствие. Ну, это тоже переход от большего совершенства к меньшему. Ну, то есть, когда нам что-то причиняет боль, или, ну, вот нам неудобно, или вызывает в нас раздражение, жалость, гнев, ну, когда кто-нибудь подсовывает нам, например, корзиночку вместо картошки, и мы начинаем гневаться. Ну, то есть, ну, там как-то раздражаться по поводу этого человека и думать, ну, то есть, мысли о том, обратите внимание, вот мысли по поводу умственного развития этого человека возникают сами. Мы не индуцируем их некоторым специальным образом. Ну, то есть, вот нам будешь, не хочешь ли ты пирожное корзиночка, и сразу же ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. Ну, друзья мои, вот это вот, вот это как раз то, о чем говорит Спиноза. Наше тело уже включено в некоторый контекст. Ребенок стремится к молоку, пьяница стремится к алкоголю. Не знаю, велосипедист стремится в веломагазин. Они, ну, каждый у них уверен, что он делает это по собственной воле, потому что он сам это делает. На самом деле ничего подобного. Ну, просто ты уже находишься в каком-то контексте, и вот то, что ты, ну, те движения, которые тебя вынуждают, которые принуждают твое тело и принуждают твою волю, ты воспринимаешь за что-то, что есть ты сам. Правильно ли это? Да, в общем, нет, ты ничего не решаешь в этом отношении. Ты всего лишь подчиняешься. Вот этот контекст, то есть вот это понимание, вот это наше понимание желаний, понимание наше, наше заблуждение насчет самих себя, что это вот я самостоятельно хочу пирожное, картошка, вот это я хочу, я всегда хотел. Ну, такова моя природа, ну, там, я свободным образом выпиваю там 150 грамм коньяку каждый день. Я свободный человек и живу возле свободного магазина. Вот это, вот это обстоятельство спиноз называет пассивность. Пассивность нашего ума или мы сами пассивность, тогда, когда идея по поводу происходящего оказывается неадекватной. Еще раз, неадекватная идея, я напомню, мы называем такую идею, которая выражает неполноту. Вот, что-то мне опять хочется пирожное, картошка. Ну, вот, почему хочется, ну, как, известное дело, что хочется, почему хочется, с чего, когда началось это? Никто не мог бы ответить внятно на этот вопрос. Именно поэтому вот в этой ситуации я оказываю пассивность. Когда я оказался бы активным, тогда, когда мое желание стало бы для меня выражаться адекватной идеей, то есть выражающей полную причину. Может ли быть адекватной идея хотения пирожного картошка? Вряд ли. Это нужно разобрать всю историю, значит, там, человека, который хочет это пирожное, там, углубиться в его детство, там, как-то выяснить, почему именно картошка, там, ну, вот, вот это вот косоглазая девочка, да? Как она попала? А почему она понравилась тогда Декарту? Вот почему не хромоногая? Или почему не белый бантик? И в этом смысле. То есть когда мы... А вот теперь, значит, что называется, давайте попытаемся быть на секунду честными, да? Существуют ли у нас адекватные идеи наших желаний? Ну, давайте пока ответим, оставим этот вопрос без ответа. Да, вот способны ли мы по поводу хотя бы одного своего желания составить адекватную неделю? То есть указать на полную причину этого желания. А, вы машете головой в том смысле, что вот вы можете одну, одну, по крайней мере, одного желания. Никому об этом не говорить. Пока. Нет, об этом желали. Спиноза рассуждает следующее. Ну, то есть спиноза в этом смысле, ну, то есть вот, рассуждает так. Поскольку мы являемся частью природы, ну, мы как тело. Вот наше тело, оно включено уже в, ну, общий поток мира. Вот, знаете, там нейтрино нас пронизывают, воздух через нас проходит, соки движутся, значит, животные духи туда-сюда бегают, ладошки потеют, волосы шевелятся. Вот, вот, вот это уже все с нами происходит. А вот поскольку мы являемся частью мира, и этот мир беспределен, ну, буквально, в нем нет никакого конца. Поскольку мы никогда, вот мы сами, никогда не составляем полную причину, собственно, действия. Ну, физически. А поскольку порядок вещей и порядок идеи один и тот же, настолько и понимать собственные желания, в общем, не представится возможно. Поэтому на вопрос о том, насколько мы свободны в любых, самых мелких своих желаниях. Ну, например, я вот, я хочу сейчас поднять руку, я ее свободным образом поднимаю. Свободным образом почесал нос. А есть ли у нас вообще интуиция свободы в этом случае? На спуске? Ну, я вполне определенный ответ на это. Слушай, вот ты уже, значит, 40 минут, нет, 51 минуту пытаешься показать, что такое рабство, значит, души. И вот, наконец-то, ты продемонстрировал, что ты способен поднять руку, и что ты правда думаешь, что вот, значит, этот жест ничем не определен? Нет, верить в спинозе невозможно, размышлять как спиноза нельзя, можно только хватать себя за какие-то хвосты. Не знаю, бывало ли это с вами. Со мной это как-то однажды приключилось. Я, по-моему, уже рассказывал, приводил этот пример, но в философии примеры это беда. Вот я однажды шел по Невскому, был очень жарко. Было лето, мне хотелось пить. И я понял, что мне хочется баночку кока-колы. Почему-то психикола не подойдет. И вот я шел, шел, а вот поскольку нельзя было купить прямо сейчас, пришлось еще и размышлять о том, чего же я, собственно, и хочу. И тут для меня дошло. Подожди, а почему ты этого хочешь? Ведь ты же пить хочешь, тебе же жарко. А ты хочешь кока-колы, то есть там, где огромное количество сахара, кофеина, ты от этого не будешь... Ну, это не утолит твою жару. Это просто... Значит, ты просто выпьешь банку кока-колы. Вы знаете, вот в тот момент, ну, когда я вот это понял. Ну, а как я себе ответил на этот вопрос? Просто я поднял глаза и увидел, что, ну, как бы, на Невском количество надписей кока-кола превышает количество надписей вода. Ну, в бесконечное количество раз. В тот момент, когда я это понял, я понял, что я больше не хочу кока-колу. Я думаю, что это с вами, ну, что вот такое с вами тоже приключалось. Именно это спиноза и имеет в виду, когда говорит, аффект уничтожается только противоположным аффектам. То есть, можем ли мы составить адекватную причину собственных аффектов? Нет. Можем ли мы обращаться с собственными аффектами? Да. Мы способны порождать себе противоположные аффекты. Итак, мы ни в какой мере не свободны. Мы всегда присутствуем уже в начавшемся мире и противостоять этому миру бессмысленно. Однако, мы можем усматривать одни аффекты и другие аффекты. То есть, другими словами, что мы можем, на что мы способны? Мы способны к разнообразию. Вот мы способны не просто захотеть баночку кока-колы, но и поразмышлять там, ну не просто там, а какая это будет баночка, вот как она будет холодная, как вот там вот капельки на ней будут стекать вот так вот. Долго вот такие капельки, позапотевшие банки могут стекать. Но я еще могу размышлять и о составе кока-колы. Я надеюсь, что кока-кола мне в следующий раз заплатит за рекламу. И вот в этом смысле мы способны к разнообразию движения наших тел и разнообразию размышлений. Вот только к этому. А вот это переход от меньшего разнообразия к большему разнообразию и называется удовольствием. А само многообразие наших действий, ну действий наших тел спиноза и называет совершенством. То есть, возвращаясь к нашему тезису о том, что спиноза не философ, а йогин, мы еще и должны прибавить хатха-йогин. Ну тот, который занимается не просто там какой-нибудь умом, телом, буквально так спиноза и пишет. Разнообразие наших телесных умений есть не что иное, как единственный способ к блаженству. Единственный доступ к блаженству. Ну это не означает, что спиноза, значит, там, значит, машет руками и, значит, медленно дышит. Спиноза хорошо знает, что такое, хотя спиноза хорошо знает, что такое телесное совершенство. Ну вот тут важно пояснить, что спиноза, значит, поскольку он был изгнан из общины, у него не было времени заниматься исключительно философией, исключительно умозрением. Он зарабатывал себе на жизнь, ну, ремеслом. Чем он зарабатывал? Ну вот он зарабатывал тем неким сегодняшним аналогом IT. Если бы мы на философском факультете не тупили, а изучали еще и программирование, то мы бы, то философы подрабатывали бы составлением, ну, маленьких программок и макросов. А так тупят и ничего такого не умеют. Вот спиноза в этом смысле был подальновиднее и вот он умел то, чего не умели, ну, мало кто из его современников умел, потому что это новое умение. Оно недавно возникло, недавно так нужно стало. Он умел шлифовать линзы. Ну, а линзы нужны для приборов, для новых приборов. Линзы нужны для очков. Ну, не так много еще очков носят люди. Ну, линзы нужны, в общем, много, где нужны. Причем линзы спинозы ценились. Ну, понятно, что видно, если речь идет о руками изготовленной линзе, а в 17 веке никаких других не было, то видно, кто изготовил линзу. Ну, хороший человек или так себе. А вот линзы, сделанные спинозой, до сих пор хранятся в музее Голландии, и они до сих пор хороши. Это можно увидеть. То есть, вот мы на них смотрим и нет. Как проверить, хорошая линза или плохая? Посмотреть на кружочек, да? Если это овал или треугольник, значит, это плохая линза. А если кружочек остался кружочком, значит, эту линзу сделал мастер. Вот спиноза был именно мастером. То есть, он знал, что такое телесное совершенство. Он понимал, что такое, ну, в этом смысле понимал, что такое талантливое тело или, ну, как вот мы могли бы это назвать, ну, такое совершенное тело, расширенное тело. Это тело, постоянно расширяющееся, расширяющееся в своем присутствии, в разнообразии собственных умений. Ну, и в этом смысле, вот когда мы влюбляемся, то понятно, что это одно из самых сильных удовольствий, доступных человеку. Но ведь это не означает, что мы влюбились, потому что так на небесах начертано, да? Да нет, мы влюбляемся, потому что наше тело так расширяется. Мы расширяем собственное присутствие. В этом и есть, собственно, то удовольствие, которое описывает Спиноза. Мы, ну, вот непонятным, правда, для себя образом, потому что, ну, вот одно дело все-таки научиться, не знаю, завязывать галстук, а другое дело влюбиться. Вот научиться влюбиться как-то, если ты научился влюбиться, то уже как-то, как-то уже неинтересно, да? Вот, вот, итак, вот есть это самое расширение тела и расширение ума. Его-то Спиноза нам и предлагает мыслить со всей аккуратностью и со всей подробностью. Например, Спиноза дает следующее, ну, позволяет себе следующее замечание. Люди лишь постольку всегда необходимо сходны между собой по своей природе, поскольку они живут по руководству разума. Вот смотрите, вот если ты живешь по руководству разума, то есть хотя бы немного понимаешь, почему в тебе возникают те или иные желания, и можешь, и твое, и твое тело умеет обращаться к тем обстоятельствам, в которых тебе возникают такие желания, а не такие. Вот в этом случае ты разумен. Во всех остальных случаях ты можешь быть кем-нибудь. Хоть космонавтом, хоть пирожным-картошкой, это неразумное существо. То есть, если ты, ну, вот мы с вами об этом уже говорили, да, если твое знание не распределено, прежде всего по отношению к тебе самому, если ты не знаешь, как с этим обращаться в следующий раз, если ты не можешь поделиться этим знанием с кем-то другим, значит, твоя природа попросту какая угодно, она ни с чем не сходна, ни на что не похожа, и в этом смысле, ну, бросовая. Ну, вот, понимаете, вот тут важно понимать, да, что у слова уникальность есть не только положительные характеристики, но и отрицательные. Вот, можно быть просто уникальным, а можно быть уникальным идиотом. Итак, вот эти умения, умения ума, умения тела, которые, повторяюсь, это, конечно, два разных типа умений, но все эти умения указывают на один и тот же порядок. И составляют нашу возможность обращаться с собственными аффектами. Познание совершенства или познание блага бесконечно. Ну, понятно, что поскольку протяженность мышления есть беспредельная и бесконечная, атрибуты, то познание того, а сами эти атрибуты есть не что иное, как выражение Бога, постольку познание блага, то есть наилучшего, вот уже сложено так, уже сложено все по необходимости, познание наилучшего будет бесконечным. А вот познание зла есть познание всегда неадекватное. Потому что что такое познание зла? Ну, вот, например, я, ну, когда мы познаем зло? Ну, вот, когда сталкиваемся с кем-то, кто предлагает мне пирожное корзиночку. И я в нем начинаю подозревать, значит, зло, и во мне что-то в ответ просыпается, такое недоброе. И вот это познание всегда неадекватно, говорит Спиноза, потому что, ну, что бы ни происходило, это происходит не с тобою, а с Богом. С Богом ничего недоброго не может происходить. Поэтому, если ты считаешь, что тебя подсовывают эту корзиночку, то попросту единственный способ понять саму эту ситуацию, это быть доброжелательным. Вот Спиноза говорит, один эффект, единственный способ отвечать на, ну, на негативные эффекты, это прибегать к таким эффектам, которые нас самих делают более совершенными. Еще раз, не противиться злу, ну, тут вот, не подавлять в себе какие-то, там, страсти, это невозможно, это попросту бессмыслиться. Ну, вот, как-то сказать, нет, я не буду в себе развивать дальше эту мысль. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу, сердце смирись, ты не такую его терпи силу имела. Вот, да, это правда, так можно сделать. Ударить себя в грудь и сказать, сердце смирись, не будешь тупить какого. Так вот, но дело не в том, что я подавил здесь какую-то страсть, я просто, значит, некоторое одно движение заменил каким-то другим. Подавление, ну, то есть никакой неволи аффектам я дать не могу, потому что аффекты гораздо сильнее того, что мы ошибочно называем я. Итак, мы с вами уловили, ну, или, значит, погрузились вот в то, что, ну, в ту картину, которую разворачивает перед нами спиноза. Ну, а какая картина? Бесконечная река совершенства. Она уже течет. Ну, вот тут какая-то пелевенщина у нас, да. Пелевина, бывает полные такие удачи. Помните, там, в Чапаеве в пустоте Петр спрашивает, значит, Василия Ивановича, а что такое Урал? Что Василий Иванович отвечает, кто по-разному, кто как понимает. Вот мне нравится, как англичане. Урал. Вот, утонуть в Урале. Василий Иванович утонул в Урале. Вот, что предлагает делать спиноза? Тонуть в Урале. Но только нужно, как следует, понять, где он, этот Урал. Итак, аффект уничтожается противоположным аффектом. Или, как говорит спиноза, аффект уничтожается тогда, когда он осознан. Ну, еще раз, осознаваемый эффект есть не что иное, как обращение к более полному порядку. И вот здесь спиноза делает такое вот замечание. Важное. Важное для того, чтобы рассмотреть Урал. Образ и возбуждаемый им аффект. Чем сильнее, чем к большему числу вещей он относится. Ну, другими словами, вот, если я привык видеть козни врага в чем угодно, то, ну, тренируясь в этой своей способности, враг мне будет видеться все в большем количестве предметов. На что спиноза говорит? Но мы же, вообще говоря, способны выбирать. И из всех аффектов наиболее сильным является любовь. Любовь – это такой аффект. Что такое любовь? Любовь – это удовольствие, сопровождаемое идеей внешней вещи. Ну, то есть, вот, когда мы что-то любим, когда у нас есть удовольствие, и при этом есть нечто, что попросту связано с какой-то вещью. Не обязательно вызывается этой вещью. Вот еще раз, мы любим свои картошки не потому, что картошки нам причиняют удовольствие, а потому, что вот есть такого рода удовольствия, которые связаны с этим вот образом. А следовательно, говорит спиноза, душа может достигнуть того, что все состояния тела или образы вещей будут относиться к идее, которая вызывает в нас любовь. То есть, с идеей Бога. Вот это заявление. Вот, наконец-то, мы добрались до того, к чему нас призывает спиноза. Что бы с нами ни происходило, мы способны понять это происходящее так, чтобы наблюдать при этом, что это причиняется Богом. То есть, причиняется самим совершенством. Понятно, что, поскольку любовь – это все-таки аффект, а аффект – это смутная идея, то говорить о том, что Бог кого-то любит, бессмысленно. Бог не обладает аффектами, потому что Бог не обладает никакой замутненностью. Аффект – это наше. То есть, вот тогда, когда нам недостает ясности ума, мы начинаем, ну, мы влюбляемся, начинаем любить. Поэтому, ну, вот этот непопулярный вывод, который делает из спиноза, значит, пугало студентов 17 века, он так и звучит, кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы Бог, в свою очередь, любил его. Ведь тогда бы он хотел, чтобы Бог стал хуже, то есть, перестал быть Богом. Поэтому, вот, ну, понятно, что вот это вот, это противоречит христианству, противоречит христианским тезисам о том, что Бог есть любовь. И, ну, тут вот спиноза высказывает некоторый непопулярный тезис. Собственно, с этим пониманием любви, как всегда аффекта, ну, то есть, такой смутной идеей, и связан знаменитый слоган спинозы «Не смеяться, не плакать, но понимать». А вот, то, действительно, ну, как бы фраза, которая определяет суть учения спинозы. Не нужно смеяться в ответ на смешное, не нужно плакать в ответ на обидное. Единственное, что тебе доступно для того, чтобы приобщаться к совершенству, то есть, получать удовольствие, это понимание. Поскольку понимание является некоторым, ну, является единственным способом обретения совершенства, то спиноза довольно обширное время, обширное пространство своего трактата уделяет тому, что же такое понимание, или что такое познание. У меня нет обширного ни времени, ни пространства. Я в двух словах расскажу. Познание бывает трех видов. Ну, первое чувственное, смутное. Ну, когда я вижу красное, говорю, вот красное. Красное оно на самом деле, или красное при таких-то обстоятельствах, при этом свете, или, значит, с этой точки зрения, я не знаю, но просто вот это некоторое смутное познание. Второй род познания. Ну, это познание неадекватное. Да, то есть оно смутное, неадекватное, красное. То, что мы называем красным, не похоже на само по себе красное. Второе знание, второй тип познания, второй род познания. Это познание демонстративное. Ну, когда мы, там, понимаем, например, что 24-40 ночных, это то же самое, что вот это. Вот демонстративное познание. То есть, ну, вот я могу продемонстрировать таким образом я перешел от одного целица к другому, и тем самым вот я получил адекватное познание. Но, и вот это, собственно, загадка Спиноза, да, но и основное, ну, без этой интуиции с этиками невозможно. Есть третий тип познания. Гораздо более точный и, ну, могущественный, чем демонстративный вид познания. И вот что это такое, продемонстрировать довольно сложно. Это непосредственное усмотрение необходимости. Что имеет в виду Спиноза? Ну, мы можем называть это интуицией, но если это слово кому-то что-то говорит, то я имею в виду просто простую некоторую идею. Да, а вот когда интуитивно я повернул налево. Ну, что имеется в виду? Я, ну, точно так же интуитивно выбираю, предпочитаю, какого-круглого при психозе. В этом случае, вот, в чем там привычка интуиции, ну, вот в этом слову употребление я попросту не знаю. Вот, поэтому слово интуиция здесь не является что-нибудь проясняющим. Однако, Спиноза пытается прояснить это следующим образом. Значит, если у нас, ну, вот, даны какие-то... Ну, у него странный такой пример, да? Вот, если у нас есть последовательно записаны части пропорции, ну, то есть, одна относится к двум, как что-то к шести, да? То, ну, вот, мы можем эту пропорцию решить разными способами. Ну, дальше Спиноза приводит такой пример, который я, ну, попросту не понимаю. Ну, что вот есть некое правило, которому учат, ну, обучают в раввинских школах, что вот нужно вот одно на другое умножить, а потом разделить. Ну, наверное, есть такое правило. Есть, если ты, ну, это вот смутное, то есть, ну, ты просто выполняешь некоторое правило, почему оно работает, ты не знаешь. Это смутный вот способ познания. А есть еще другой способ познания, когда ты, ну, например, ты внимательно прочел там, дискринговое начало, понимая, вот, понимая, что такое пропорция, понимая, что такое основание пропорции, можешь обнаружить ее вот в этих числах и вот таким образом, ну, значит, отыскиваешь из кумы X, да, но попросту считая. Но, тут Спиноза говорит, вообще-то есть, ну, такой способ усмотрения, который, когда мы не считаем, мы сразу видим. Вот мы усматриваем, что, что есть и некоторая, ну, вот, как, некоторого рода необходимость, чтобы здесь появилась, ну, там, тройка, а не какое-либо другое число. Не знаю, стало ли понятнее. Во всяком случае, здесь мы имеем, ну, по всей видимости, дело с особого рода навыком. Вот, с таким навыком, которому я и самого себя могу научить и другому показать. Не просто, ну, как бы, я придумываю некоторое правило, да, а вот я это правило, ну, я настолько хорошо понимаю, что такое пропорция, что я уже не забыл, не забуду это правило. Более того, я натренирован в применении этого правила. Вот такого, и такого рода, значит, усмотрение необходимости Спиноза и, ну, а это, ну, когда мы, когда все мы, ну, лихо отыскиваем X, вот здесь, да, то это не что иное, как необходимость, да, мы все демонстрируем в одну форму. Узнание одного и того. Так вот, усмотрение необходимости, вот усмотрение по третьему роду, по третьему способу знания. И что, таким образом, нас спасает от всех наших смутных состояний? Усмотрение необходимости, либо демонстративное, либо непосредственное. И мы способны усматривать эту всеобщую необходимость. Вот, когда мы усматриваем эту всеобщую необходимость и понимаем, что эта необходимость порождена не нами самими, а Богом, то есть мы получаем удовольствие, и это удовольствие сопровождается внешней идеей, мы производим не что иное, как аффект любви. Но, правда, поскольку мы здесь не столько обращены к чувству, сколько к уму, то вот Спиноза этот особый аффект так и называет. Амор де интеллектуалис. Почему я останавливаюсь на... На этом латинском высказывании, потому что в нем, ну, по всей видимости, намеренно весь твойство, двойственное смысл. Амор де интеллектуалис – это и наша умная любовь к Богу, и умная любовь к Богу, но это не умная любовь к Богу, а умная любовь к Богу, понятно, к себе. В этом смысле, вот, если бы Бог и умел любить, то любил бы Он только совершенство, только совершенное. Ну, то есть, не меня, и не мои пирожные, как бы они там ни назывались. Ну, и заканчивая уже разговор об этике Спинозы, то есть мы понимаем, к чему Спиноза клонит, что такое, как тренировать душу в том, чтобы каждый момент нашего восприятия не тратить попусту, а усматривать действия Бога. Тренироваться в отыскании необходимости. В этом смысле расширять умение собственного тела, расширять собственные знания. И вот здесь Спиноза, ну-ка, подлинный мудрец, замечает, блаженство – это не результат некоторого проделанного процесса. Ну, то есть, это не воздаяние Бога за, например, нашу проделанную аскелу. Так думать – значит, вступать в Богом в странную сделку. Ну, то есть, я ему пирожное и картошка, а он мне, значит, блаженство. То есть, я отказываюсь употреблять пирожное и картошка на время, а Бог дает мне блаженство и навсегда. Ну, то есть, как-то, ну, вот в таких сделках Бог выступает каким-то ненадежным, глупым, глупым, а значит, ненадежным партнером. Вот Спиноза говорит, да нет, все как раз иначе. Блаженство – не результат и не воздаяние. Блаженство – это и есть сама добродетель. То есть, вот, мы наслаждаемся не потому, что обуздываем свои страсти, а поскольку мы наслаждаемся, поскольку мы усматриваем необходимость, получаем удовольствие. И в этом удовольствии есть, и это удовольствие сопровождается внешней причиной, постольку мы обуздываем свои страсти. Постольку у нас это вообще получается. Поэтому блаженство, еще раз, оно не в конце, оно каждый раз. Смог бы это… Ну, теперь, когда мы уже знаем про Спиноза, что он йог и что он хатха-йог, смог бы Спиноза продавать эту свою йогу где-нибудь в фитнес-клубе? Ну, очевидно, что нет. Но, собственно, так Спиноза и заканчивает свою этику. Это его ничуть не смущает. Ну, в том смысле, что… Если же путь, который, как я показал, ведет к этому и кажется весьма трудным, однако же его все-таки можно пройти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. В самом деле, если бы спасение было у всех под руками, могло бы быть найдено без особенного труда, то как же мы могли бы почти все пренебрегать им? Но все прекрасное так же трудно, как и редко. Ну, вот, собственно, Спиноза этими словами заканчивает собственный трактат под названием «Этика». Этика – один из труднейших трактатов. Ну, вот о том, будем ли мы читать этику и при каких условиях, но это мы давайте обсудим как-нибудь после лекции. А на сегодня все. Спасибо. Спасибо.